Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте! Так, сегодня у нас такая тема профилактики и психологической коррекции стресса в образовательной среде. Стресса нам в жизни всем хватает, и сейчас разберемся вообще, как их предотвратить и как сделать, чтобы они проходили легко, даже если бывают. Во-первых, приветствую всех! Надеюсь, у вас хорошая погода. У нас уже солнце вовсю светит, и все снега растаяли. У нас это в Нижнем Новгороде. Ну что ж, дорогие коллеги, рассмотрим, что такое стресс. Прежде чем понять, как с ним бороться, как с ним ладить, разберемся, что такое. Во-первых, под стрессом понимает состояние, которое возникает при действии чрезвычайных или патологических раздражителей и приводит к напряжению специфических адаптивных механизмов организма. Кстати, друзья мои, напишите, пожалуйста, в чате учреждения, в которых вы работаете. Это детский сад, школа. Так, не работает звук? Звук пропал. Странно. Сейчас посмотрим. Скорее всего, у вас связи, может быть, слабые. Университет, школа, детский сад, вуз. То есть образовательная среда во всей своей красе, то есть все ступени. Прекрасно. Друзья мои, и вот если смотреть, что же такое стресс? Стресс – это ответная реакция организма на воздействие внешних факторов. Отлично. Отлично. Вижу ваши организации. Хорошо. На самом деле стресс – это ответная реакция на какие-то внешние факторы, которые происходят в жизни. Без этих факторов нам никак. Но почему-то что-то проходит спокойно, а какие выводят нас из себя, из равновесия. При этом незначительное напряжение оказывает положительный эффект. Без этого мы не будем расти, мы не будем развиваться. Но когда этого стресса слишком много, то наш организм истощается. То есть о чем говорить? Стресс сам по себе, он неплох, он нехорош, он просто есть. Это то, с чем мы живем, с чем мы общаемся, что в нашей жизни происходит. Бывают четыре вида основных стрессов. Острый, мгновенный. Это страх, испуг. Произошло что-то, и у вас что-то нарушилось. Вот это и есть испуг мгновенный. Скажем, прозвучал выстрел, острый звук какой-то. Вот это мгновенный. Есть положительный стресс. Вдруг открываете какой-то ящик, и там какой-то большой подарок, тот, чего не ожидали. Это положительный. Вот это ах! Это тоже стресс. Почему? Потому что стресс – это нарушение из обычного нормального ритма. Он положительный, радостный, и при этом почти те же симптомы, и сердцебиение учащается, и человек беспокоенный. Так, все увидела я вас, дорогие друзья. У нас очень широкая биография и по карте, и по учреждениям, которые участвуют сегодня на вебинаре. Рада со всеми вами общаться. Но, смотрите, бывают еще виды стресса отрицательные и хронические. Когда что-то постоянно повторяется, вот этот хронический стресс приводит к депрессии. Отрицательный стресс, как он работает? Когда происходят стрессовые ситуации, и мы не можем ее решить, если мы решаем, она проходит, заканчивается. Но если мы не решаем, у нас появляется телесная реакция, мысленные ощущения, и в какой-то части головного мозга идет нарушение какое-то. Это называется иначе очаг хаммера, который в дальнейшем может вырасти в какие-то болезни, может вырасти в проблемные ситуации, которые мы в жизни не можем решить. Почему? Потому что в тот момент мы не решили, и то решение, которое нас как бы спасло, фиксируется в нашем мозгу, мы в дальнейшем продолжаем так же поступать. Но это длительная история, это история уже отдельно рассказываемая, но все-таки отрицательный вид стресса действительно мешает. Так, идем дальше. Стресс в образовательной среде. Когда мы работаем, у нас какие виды стресса могут быть? Во-первых, это эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, это немножко разные вещи, я сейчас расскажу дальше, и конфликты. Конфликты сами, причина эмоционального выгорания. С другой стороны, эмоциональное выгорание приводит к конфликтам, эмоциональное и профессиональное. Вот этот конфликт и источник, и причина, и повод. Вот что самое интересное. А в чем причина, основная причина стресса? Это иллюзия. В индийской, в древнеиндийской буддийской философии есть такое понятие майя. Что такое майя? Это иллюзия, это нечто, что не лишено бытия, оно существует, но оно приходящее. И человек из-за своего неведения строит в уме ложное представление о существующем мире. Они сравнивают это с чем? Тучи. Тучи идут по небу, имеют один вид, потом этот вид меняется, видоизменяется. Мы представляли одно, но теперь оно уже другое. Или узо пузырей на воде. Они есть, они в какое-то мгновение есть, но потом они меняются. Точно так же получается в нашей жизни, как мы, например, услышали сильный звук, и от этого звука представили разные вещи. Для кого-то это, ой, ребёнок упал, для кого-то, что там случилось, выстрел, для третьего, ну, барабан били. И в зависимости от того, как человек в своей голове представляет, из чего состоит этот звук, у него соответственная реакция. Факт, то, что есть звук, сильный звук, но наша собственная иллюзия дорисовывает целостный образ и начинает его бояться. Стресс создаёт наши иллюзии. А когда мы смотрим, что это такое, может оказаться просто действительно кто-то там в барабан ударил. или упало нечто, что не причинит никому зла. Но наша голова дорисовывает тот факт, что можно связать с этим звуком. И получается, главная причина стрессов и разочарований – это несоответствие реальности с нашими ожиданиями. У всех у нас с вами ожидания. Мы идём на работу, надеемся на премию, на зарплату, что-то такое, да? Или что дети, наши ученики, вот сделают это, поймут это, у них будет хорошо. А они живые люди. Однажды получается даже больше от наших ожиданий, а в другой раз нет. Они не оправдывают наши ожидания. Они живут своей жизнью. У них своё видение этой ситуации. И вот получается, что мы расстраиваемся. Отчего? Потому что не сошлись наши ожидания с той реальностью, которая есть. И теперь разберёмся вот с этими тремя видами выгорания. Да, эмоциональное выгорание, профессиональное. Самое интересное, что люди, которые работают на заводе, в деревне, у них нет эмоционального выгорания. Люди, которые занимаются физическим трудом и больше общаются, их работа связана с материальными вещами, с деревом, с землёй, с растениями или с чем-то, у них выгорание редко-редко наблюдается. А больше эмоциональное выгорание присуще педагогам, администраторам, банковским служащим, продавцам, тем, кто общается с большим количеством людей. И парикмахеры тоже. Вот была у парикмахера, она говорит, была у меня женщина с виду красивая, хорошая. Я работаю с ней, и с середины, и минут через 10-15 у меня начинается сильнейшая головная боль. Мы эмоционально контактируем с теми людьми, которые вокруг нас. И их энергетика, мы хотим или это, нет. Хотим или нет, оно сообщается с нашим. И эмоциональное выгорание связано именно вот с этим. Поддерживание постоянных контактов. Когда мы работаем в школе, в институте, в УЗИ или в детском саду, у нас постоянно есть связь с людьми, и мы с ними держим. Вот ребенок пришел ко мне в класс, к примеру, и у нее конфликтная мамаша. Бывают такие родители. У всех из вас наверняка встречались такие. И мы знаем, что нам с этим жить годы и годы. Значит, надо найти какой-то способ контакта. Не всех нас устраивают наши руководители, но мы вынуждены постоянно поддерживать с ними связь и находить точки соприкосновения, чтобы с ними ладить. Второе – необходимость поддерживать образ. Образ педагога – это нечто. Это я ощутила, когда зашла в магазин покупать одежду. Говорят, возьмите это платье, оно вам точно подойдет. У нас учителя покупают его. Говорят, а что, на мне написано, что я учитель? Говорят, да, это видно. Понимаете, образ учителя вносит в себе какие-то ограничения. И каждый раз, когда вы ходите по городу, вы наблюдаете, а сейчас за мною меня увидят, услышат и так далее. И это оставляет свой след. Учитель, например, не сделает чего-то. Кто обычный человек, зайдет и спокойно сделает. Следующее всевидящее око – это камеры, смартфоны. Мы теперь прекрасно знаем, что дети могут взять и записать наши с вами разговоры, наши с вами действия. В коридорах везде эти камеры. Хоть мы пытаемся быть хорошими, положительными, но в любом случае это напрягает, когда ты все время чувствуешь, что за тобой следят и могут следить. Иногда у меня знакомые жалуются, ну что это такое? Мы столько трудимся на заводе, где-то там работаем с утра до вечера. У нас восьмичасовой день, учителя работают меньше, получают больше, чем мы. Еще и жалуются. Говорю, милая моя, вот когда тебе плохо на работе, ты можешь выйти наперекур, просто выйти отдохнуть куда-то, да. А когда тебя ученик вывел из себя, ты не можешь взять и уйти из класса, чтобы привести свою психику в нормальное состояние. Тебе приходится вот это напряжение прямо взять по ходу, собрать себя в кулаки волю или что-то сделать и продолжать сделать положительную мину и хотя бы дотерпеть, дожить до перемен. А ситуаций может быть огромное количество. Может быть головная боль, может быть, не дай бог, понос или что-то. Любой, на любой профессии вы можете выйти, сделать свое дело, а учитель в классе не может взять и уйти. Особенно, если это младшая школа, средняя школа. У нас нет так много заместителей, педагогов, чтобы позвонили и посиди пять минут, я отойду, сейчас приду. Нет. И мы вынуждены. И вот это тоже создает определенное напряжение, что приводит к эмоциональному выгоранию. Следующее – это профессиональное выгорание. Что это такое? Во-первых, эмоциональное выгорание, все, что было сказано, плюс постоянно повышающиеся требования, бесконечные сводки, таблицы, мониторинги. Так, опять же без звука. Друзья мои, в основном люди слышат. Если не слышно, то придется перезагрузить кому-то и заново войти. Слышим. Ага. Все хорошо. Так, это бесконечные сводки. Скажите, вас раздражают эти таблицы, отчеты, мониторинги? С одной стороны, мы понимаем, что надо, но они отнимают слишком много сил. Особенно, когда говорят, звонят сегодня или дают приказ, чтобы к завтрашнему дню были готовы. Вы готовите в торопях эти отчеты, а потом вдруг получается, что, ну, это не важно было, мог бы кто-то другой сделать или вообще не делать. Это тоже приводит к недовольству. Необоснованные новые требования. Когда постоянно появляются новые условия, новые требования. Иногда нужно было вчера, и вас заставили все это сделать. А зачем, кому нужно? Потому что там сверху начальство, выше, попросило отчеты или показать видимость активной деятельности. И областное руководство потребовало. Областное передает районному. Районный быстро думает, так бы это сделать. Потом районы передают школам, и школы, и вот все это идет, вот такая мешанина. Сказать, что они не нужны? Да, они нужны. Но не до такой степени, друзья мои. Но это от нас не зависит. Необоснованные новые требования. Это когда дают новые требования и не объясняют, почему, зачем. Идет конфликт в коллективе. Особенно это если, говорят, женский коллектив. Я бы не сказала, что женские коллективы конфликтные. Зависит от одного-двух человек, которые присутствуют в этом коллективе или нет. Опасная зона – это непредсказуемые дети. У нас всегда есть непредсказуемые дети. Это могут быть и те, кто шалуны плохо учатся, и могут быть просто гениальные, очень талантливые дети. Нефильтрующий проводник – это знаете кто? Это обычно директор или залуч. Это когда пришла жалоба или сверху приказ к директору, и директор в нервном состоянии или залуч передает дальше. Вот это нефильтрующий проводник. Есть превосходные руководители, которые всё возмущение сверху, эмоции стирают и вниз спускают только чисто информацию без эмоциональной окраски. Тогда всё проходит намного легче. Повышенная ответственность педагога и позиции учителя как работника, предоставляющие образовательные услуги – это просто унизительно. А ещё аттестация, которая каждые пять лет доказывает. Ну да уж, это действительно. Я прочту комментарий. Евгения Широкова написала. «Работа в библиотеке. У многих библиотекарей больное самолюбие. Я человек с высшим образованием, а меня недооценивают». Да, интересный способ справиться – внушить себе, что ты работаешь как продавец-менеджер, даже самый умный библиотекарь, библиограф, заведующий отдела и тому подобным. Обслуживать читателей. Либо обслуживаем, либо уходим из профессии. Любезность. Твёрдо настаиваем на выполнение правил. Да, помогают. С другой стороны, друзья, если вам не нравится работа, «Уходите, найдите другую». «Найдите другое, потом уходите». У нас всегда есть выбор. Работу мы выбираем. Любую, вообще, в любом случае у нас есть хоть какой-то выбор. Конфликты в образовательной среде. Обычно с кем? С детьми, с учениками, со студентами. Второе – это родители наших студентов, учеников, коллеги, начальство и, конечно же, семья. Да, друзья мои, у многих нас, учителей, мы, когда работаем с большим количеством детей, с классом, мы вынуждены проявить некоторую иногда, может быть, властность или что-то, директивные какие-то виды, хотя это не самый лучший, но иногда способ, чтобы организовать. Если мы, приходя в школу, или вторая крайность – это учить, учитель, что делает? Он учит, приходит домой и забывает снять с себя костюм учителя и продолжает учить мужа, сына, дочку, маму, папу, всех, кто находится в окружении. И в семье образуются конфликты. Это у меня мама была учительница, и мне 25 лет. Она уходит и говорит, сделай, пожалуйста, супчик, значит, сделаешь поджарку, в лук добавишь это, 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 это. И она, я тихо слушаю, совершенно спокойно, я понимаю, что это привычка. Она работает с малыми детьми, с младшими классами, и ей надо было досконально объяснить. Говорю, хорошо, ищу и алфавит, научи меня. Она улыбнулась и пошла. Но потом я сама за собой это наблюдаю. Друзья мои, самая главная задача, уходя из организации, вот когда идёте домой, снимите с себя всякую одежду, одежду учителя, и зайдите в дом мамы, женой, дочкой, сестрой, совершенно в других ролях. Тогда конфликтов в семье будет значительно меньше. В общении, чтобы избегать конфликтов, что мы делаем? У нас есть позиции. Я окей, ты окей. Ну, это у Харриса есть такая книга, можете подробно почитать. А вообще с чего? Мы смотрим с позиции. У меня всё хорошо, я хороший человек, и передо мной вполне здоровый, нормальный человек. Я нормальный, ты нормальный. Это здоровая позиция. Мы на равных находим, говорим, общаемся, находим точки соприкосновения, решения. Второй вариант – это я не окей, ты окей. Ну, я какая-то не такая, но вот у него всё хорошее, у него машина, у него дом, а я что вот… И вот это, когда мы себя недооцениваем, понижаем, то мы становимся беспомощными, и нам хочется побыстрее оттуда убежать. Другая позиция, когда у меня всё хорошо, я всё знаю, а вот вы не знаете, вот вы ненормальный какой-то, всё равно это ребёнок или взрослый. У нас, получается, позиции гневные, и тоже хочется уйти, но избавиться, оттолкнуть. Третья позиция – я не окей, ты не окей, и у меня всё плохо, и в стране всё плохо, нигде ничего не ладится. Тогда, получается, безнадёжная ситуация. Единственное позиционирование в общении с другими людьми – это когда я нормальный, и ты нормальный, я окей, ты окей. Мы вполне нормальные люди. Я адекватный, ты адекватный. И так общаемся. И если посмотреть, смотрите, с детьми мы общаемся иногда, я умный, я знаю, а ребёнок-то не знает, тогда, получается, какая позиция, я окей, ты не окей. Если дети делают, ученики делают что-то не то, что мы хотим, гневаемся избавиться от них хотим. Что в этом случае надо? А приподнять ребёнка. Мы уже на высоте, мы его приподнимаем. И понимаем, что в нём есть, наверное, какая-то причина, что он ведёт себя не так, как я хочу, не так, как полагается. Вот поднимаем ученика, и становится совершенно другое общение. И он готов с нами идти на компромисс. Самые конфликтные ученики мои стали моими помощниками. Я захожу в класс, себя плохо ведут, двое парней. Я говорю, мальчики, вы же такие авторитетные в классе. Сразу поднимают, да. И, а почему у вас такая плохая дисциплина? Урок начался, ваши друзья со смартфонами сидят. Они удивились. На следующей неделе я прихожу на урок, они перед уроком, оно быстро все спрятали, смартфоны собрали, и они стали мне помогать. Мы были самыми неуправляемыми детьми. Они первые доставали эти смартфоны и шумели. А почему я показала, что я вам верю, я вас доверяю, ты окей, и я окей? И они с этой позиции решили вопрос. То же самое и с родителями, с коллегами, и с начальством. Не надо заискивать перед начальством, что начальство высокое. Нет, у меня такое же достоинство, как у начальства. Я уважаю вас. У нас проблема. Давайте посмотрим, как ее решить. Взаимодействие с родителями. Вот это очень интересная категория. Друзья мои, а напишите, у вас часто получаются конфликты с родителями? Так, посмотрим. Проговаривай. Ага, преподаватель. Нет. Ну, слава богу, что у вас нет конфликтов с родителями. Редко. Практически не бывает. Смотрите. Но утвердим одну вещь. Тогда я это коротко пройду. Родители не педагоги, не психологи. Те вещи, которым мы обучаемся в институте и острая ситуация в детском саду. А родители... Ага, вот, недопонимание. Даешь рекомендации, а родители слышат придирки к ребенку. Сейчас мы с этим всем разберемся, превосходно. Родители не педагоги, не психологи, но они родители, у них есть своя интуиция, свое видение воспитания, свой жизненный опыт и своя жизненная ситуация. Потому что... Что такое жизненная ситуация? Да, хотела бы она больше посидеть с ребенком, поговорить с ним, но работы долго, и когда приходит уже вся уставшая, физических сил нет. Вот это и есть жизненная ситуация. Развитие компетентности это первый шаг компетентности родителей. Родителей. Мы можем помочь родителям стать более компетентными, их вывести на общий понятийный уровень. Тогда у нас будет единая или схожая линия воспитания ребенка и взаимопонимание. Ага, мой ребенок самый лучший, пусть дома поиграет в телефон, а вы стихи повторить просите. Ну что ж, тогда уже другая. Что мы делаем? Как можно развивать родительскую компетентность? Во-первых, показывать обучающие видео. Иногда это можно сделать на собраниях, иногда у вас есть чаты какие-то. Посылайте в чат ссылки на видео. Коротенькие, не более 10 минут, лучше 3-4 минутные. Каждый раз одну маленькую мысль. Показывать альтернативу наказания. С одной стороны, родителям очень не нравится, чтобы кто-то их детей наказывал, но при этом сами наказывают. Если мы зовем ребенка, родителей, и говорим, что ребенок не учится или что-то, вместо того, чтобы помочь этому ребенку, что делают родители? Они находят самый простой способ. Они идут и наказывают ребенка, а потом ребенок озлобляется на нас, еще недельки-две отыгрывается на нас, или и ему плохо, и нам хуже от такого. Поэтому, чему мы учим родителей? Давайте сделаем. Дело не в том, чтобы мы наказывали детей, а главная наша задача помочь ребенку учиться, помочь ему найти в таких жизненных ситуациях решение. Что мы тогда делаем? Мы показываем, если ребенок какое-то правило нарушил, что-то сделал не то, мы ему помогаем ликвидировать последствия всего этого. Любовь Маковская, вы правильно говорите, мы педагоги должны сглаживать все негативы, но не за свой счет, потому что, если мы просто заглаживаем, мы заедаем стресс, и в нас накапливается депрессия. А сейчас мы будем учиться, как делать, чтобы вот эта ситуация не была для нас стрессом. Показываем ценность детского опыта ребенка, то, что в детстве то, что происходит с ребенком, это потом оставляет след во взрослой жизни. И учим родителей задавать наводящие вопросы. Как только у ребенка конфликт какой-то или он не делает уроки, хорошо, давай разберемся, где у тебя проблемы. Но все, так проверить очень сложно. Если мы найдем одну точку, где основная ошибка, и поработаем над этой точкой, это ведь легче, чем совсем. Давай работать. это с детьми уже постарше. Если же мы то же самое со студентами, вот эти вещи можно со студентами напрямую уже переговаривать. Когда же мы с родителями говорим, то давайте задавать, ребенок плачет, меня обидели, как вы допустили, что дети там подрались. Все нормально, дети должны подраться, чтобы помириться. Без этого никак. Когда они ссорятся, они учатся мириться. Без ссор никто не мирится. А уметь мириться, это, пожалуй, важнейшее качество, которое нам в жизни потом понадобится. И все. А почему? А как ты думаешь, почему это случилось? А что ты хочешь? А что он хочет? То есть помогаем ребенку встать на другую позицию. И, конечно, рассказываем о задачах в текущей стадии развития ребенка. У нас несколько стадий развития ребенка. Человек формируется, его психика в первые 18 лет жизни. И на каждом этапе есть свои задачи. Например, от нуля до шести месяцев это функция быть, просто быть ребенок. есть, ему радуются, улыбаются, он счастлив. От шести месяцев до полутора лет это делать. Он кричит, мы приходим на помощь, он начинает уже на четвереньках двигаться, хватает, все в рот берет. Если он делает и мы помогаем, то это получается, что он узнает окружающий мир. Вот. Уже с полутора до трех лет ребенок начинает говорить вдруг нет, вот это его нет, он учится думать. Если мы запрещаем и говорим нет, говорить это плохо, что мы делаем? Мы запрещаем ему думать. Поэтому хорошо, нет, так, нет. а когда будет да? Он может сказать чуть позже. Хорошо, позже уже, потом уже наступило. Скажет потом. Или а почему? А как ты хочешь, чтобы было? И он начинает думать, он придет к вашему же мнению, но это будет не директивный запрет, а с помощью собственного мышления. Весельной группе очень сложно предугадать падение детей. кусается, на фоне этого начинают претензии от родителей. Протесты, да, часто. Ну что ж, тогда это уже отдельная тема разговора, мы сейчас пойдем дальше, это не входит в стрессовую ситуацию, но, да, действительно сложная система Евгения Савина, над которой надо бы работать и понимать. Что с этим делать? Так, не идет следующий слайд, сейчас мы его поведем дальше. Культура общения. Есть такая вещь, ОСВК, обратная связь высокого качества. Как мы понимаем, основные наши стрессовые ситуации возникают при общении с другими людьми. Что мы делаем? Для того, чтобы было высокое качество общения, вначале, прежде чем поговорить с человеком, мы создаем состояние рапорта общения, смотрим в глаза, спрашиваем, как у вас дела, как настроение. Вот эти первичные дежурные вопросы, они создают первичный контакт. Мы как бы обращаем на него внимание, говорим Иван, называем Ваня, Саша, Мария Петровна, когда мы обращаемся человеку по имени, создаем рапорт. Дальше, следующее правило, ругаем, лично, хвалим публично. Если можем о человеке хорошее сказать, то мы это делаем прилюдно. У него хорошо получилось, вот этот человек хорошо сделал и так далее, и так далее. Умница, видишь, как хорошо у тебя получается. А потом можем, а давай посмотрим, что нам можно исправить. И ругаем лично. Обратную связь можно давать с третьей стороны, с третьего лица, со стороны. Ну, к примеру, как это происходит? Как ты думаешь, что бы сказал о твоей работе? Посмотреть, это какая работа? Художник, профессиональный художник или комиссия, которая проверяет ЕГОГ, или Александр Сергеевич Пушкин, смотря это, какая работа. Как бы обратную связь со стороны третьего лица? Не я оцениваю твою работу, а кто-то другой. Говорим в прошедшем времени, что было сделано, говорим о поведении, но не о качествах человека. Ты поступил плохо. Поступил плохо, а что такое плохо? Сделал так, что человеку стало некомфортно. Но мы не говорим, что ты плохой. Это мы не говорим, мы говорим о поведении человека. И вот здесь уже включается, вот когда вы вспоминаете какого-нибудь интеллигентнейшего человека, в институтах учились, наверняка были вот такие личности, вот именно личности, которым у вас не просто уважение, а вот благоговение к этому человеку. Смотрите, этот человек вам вначале всегда скажет что-нибудь хорошее. Начинаем с того, что получилось, что есть хорошего. После этого вносится определенная конкретика, а что можно с этим сделать. Вот все было хорошо, вот здесь желательно, чтобы было вот так, и предлагаем пути решения. Так, это грамотное поведение, однако как реагировать на публичные порки со стороны администрации, это очень сложно. Ну что ж, тогда можно отдельно зайти в кабинет директора, отдельно, и сказать, я бы хотела, чтобы ваши претензии были обоснованы. Раз, обоснуйте, и после того, как обосновали, вы покажете, насколько эти претензии мизерны, и скажете, а стоило бы, а стоило это делать прилюдно и публично. Сказать, что начальство изменится, вряд ли. Вы можете изменить его отношение лично к вам, но если такое хамское или неграмотное поведение у руководителя, или вы налаживаете с ним контакт, или уходите в другую организацию, или ждете, пока этого человека заменяют. Обычные работники иногда работают в организации десятилетиями, директора приходят, директора уходят. Вот есть еще такая вещь. Следующее в ОСВК есть определенная схема. Мы, когда проверяем домашние работы или какие-то контрольные проекты, во-первых, говорим, что было хорошо, что особенно удалось. Почему? Потому что, если мы берем красную ручку и начинаем говорить, вот здесь ошибка, здесь ошибка, здесь ошибка, вроде бы это нормально, но ненормально. Первое, что делает человек, он полностью закрывается. Он как только дальше, что вы будете говорить, не пройдет через эту стену. А чтобы он раскрыл двери своего сознания, своей эмоциональной двери, мы говорим, как красиво оформлено, вот это хорошо, мне особенно понравилось вот это, это, это. Вот это было хорошо, вот лучше бы, вот если бы этого было чуть больше, то это раскрыло бы ситуацию или работу наиболее яркие стороны показывало. И дальше мы говорим, что можно улучшить. Не то, что плохо, не то, что это ошибка. Вот здесь есть пункты, которые следовало бы улучшить. Например, обратить внимание на грамматику вот в этих словах, вспомнить вот это правило, что можно улучшить. с такой позиции человек уже, когда он окрылен, что у него хорошо получается, у него достаточно физических, эмоциональных сил, чтобы взять, пойти и сделать. Дорогие друзья, к нам при соединении немножко с опозданием, ничего, вы потом сможете и в запяти посмотреть. Приветствую вас и смотрим дальше. Культура общения, в культуре общения есть еще такой навык с детьми. Знаете, вот это ОСВК работаете со взрослыми тоже. Например, вы пришли домой с супруг, что-то сделал, вы говорите, знаешь, мне так нравится, когда вот ты сделал то-то, это, вот мне не хватает вот этих каких-то вещей, это было редко, но мне так хорошо от них было. Вот если бы было почаще, то вообще превосходно. И потом уже можно сказать то, чего не хватает. А в культуре общения самый главный навык, друзья мои, это не говорить о слушать. Слушайте так, чтобы говорящий видел, что вы его слушаете, потому что все люди нуждаются в том, чтобы их выслушали. Вот дети почему шалят, почему люди начинают кричать, потому что их не слышат. Если бы их слушали, они бы говорили тихо, спокойно, не напрягаясь. Если кто-то эмоционально кричит, значит, или его не слушают, или его не понимают, он не может донести до людей то, что говорит. Поэтому мы слушаем внимательно. Иногда «Угу», «Да», «Хорошо», «Междомедиа», «Ох, неужели»? Вот такие какие-то реакции, то есть вы активно слушаете. Вот такое просто сидим и слушаем. Человек думает, вы, наверное, заснули, и не важен. Поэтому вот эта мимика, она работает. Когда отвечаете, обязательно используйте слова и фразы собеседника. Это значит говорить с ним на одном языке. Это некоторые секреты НЛП, нейролингвистического программирования, которые превосходно работают. Не уточняйте, «Я правильно вас понял? Вы хотели сказать вот это?» И что получается? В этот момент человек говорит, «Нет, я хотел сказать другое». А конфликта получается из-за того, что у нас одни и те же слова имеют разные понятия по-разному. Вот давайте на секунду, на секунду прикройте глаза, я вам скажу слово. Вы представьте стол. И сейчас, если я спрошу, какой стол вы увидели, кто-то скажет круглый, кто-то квадратный, кто-то старинный, с ножкой, на одной ножке, с четырьмя ножками, у кого-то это письменный стол, у кого-то это журнальный стол, обеденный стол, или рабочий стол. Совершенно разные понятия. У нас в голове вкладываются совершенно разные истории. Когда человек говорит одно слово, мы в него вкладываем один смысл, а он другой. От этого часто у нас возникают конфликты и непонимания. А когда вы говорите уточняющий вопрос, я правильно вас понимаю, вы хотели сказать вот это, вас не устраивает вот это, то разъясняйте ситуации и конфликт исчерпывается уже на этом этапе. Всё, вы понимаете и оказывается, что вы говорили об одном и том же на разных словах или имели в виду разные вещи. Что есть в конфликт? Это сигнал о том, что кому-то плохо, кто-то нуждается в помощи и человек, который инициирует конфликт, что он делает? Что он делает? Коллеги, рады, что вам вот, как говорят, заходят эти рекомендации. Человек, который инициирует конфликт, он или жалуется, или обвиняет. Если он жалуется, то он защищает одновременно и нападает. Обвинение – это нападение. Это действие человека, который находится в стрессовой ситуации. это значит, что человеку, который жалуется, ему плохо. Он обращается к вам, чтобы вы ему помогли. Если при этом еще и вы будете жаловаться, друзья мои, и вы попадете в состояние страха и стресса, кто вам поможет? Никто. Поэтому когда человек жалуется или нападает, надо абстрагироваться. Лариса Ковалева спрашивает, где можно будет посмотреть запись. Через дня два будет запись выставлена на ютубе. Просто следите за новостями и вы узнаете. Поэтому что мы делаем? Когда человек к нам обращается с жалобой или обвинением, мы пытаемся разобраться и задаем вопросы. В чем жалоба? А, если не получится, когда не получается, есть два момента. Или у вас не хватает энергии, вы моментально взрываетесь, тогда научимся. В дальнейшем будут упражнения для того, чтобы собраться или накопить достаточной энергии. А второе, что делать? Просто задавайте человеку вопросы. А в чем заключается его жалоба? Разберитесь полностью, выслушайте этого человека. В тот момент, когда он высказался, он успокоился. В большинстве случаев успокоился. Многие конфликты решаются на этом этапе. Большинство конфликтов человек высказал, он сам не понимал, в чем у него проблема. Вы задаете некоторые вопросы. А почему? А как вы думаете, а что можно сделать? А какой результат вы бы хотели получить? Какой результат вы бы хотели получить? И дальше сами ему задаете человеку, а как можно, как вы думаете, как можно этот результат получить? А что вы готовы сделать для этого, чтобы получить этот результат? Мы получаем. Способы решения конфликта. Обычно у нас есть три Второй сценарий – это найти компромисс, когда одна сторона сливается с другой, обе, ну, немножко отказываются от себя, это теснит. Вторая – разойтись навсегда, как можно дальше, это в пух и прах разгромиться, вот, как вот эти, вот это, разгромись, да, в пух и прах разгромились. И третье – когда мы находим такое решение, которое, вот зелёное решение, которое устраивает и синему, и зелёному, и жёлтому, и при этом ни один себя не чувствует ущемлённым. И тогда вот это самое умное решение, чтобы прийти к этому решению, надо просто задавать вопросы, просто задавать вопросы. Для ребёнка, родителей сначала конфетка, потом проблема и принятие общих действий с конфеткой, положительные плюсы ребёнка. Вот, прекрасно, сначала говорим хорошее ребёнке, потом принимаем, что можно сделать с этой конфеткой, с ребёночком, да, чтобы он стал ещё лучше, сильнее, грамотнее и так далее. И вместе решаем эти вопросы. Верно. А почему у нас нет сил, что что-то происходит, и мы выходим из себя? А потому что нарушен жизненный баланс. Друзья мои, сейчас я вам попрошу, возьмите ручку, бумагу, и по этим восьми уровням, параметрам вашей жизни, просто оцените по десятибалльной системе, насколько вы довольны, насколько вас устраивает. Первое – работа и карьера. Второе – финансы. Третье – это здоровье. Четвёртое – друзья, родственники. С ними общаетесь, вы ходите, всё, насколько вас это устраивает. Семья, любовь. Следующий – личностный рост, отдых, развлечение. И как качественно вы отдыхаете. Ходите в кино или у вас есть какие-то интересные моменты. И следующее – это условия жизни. Насколько они вас устраивают. Друзья мои, напишите по всем баллам, и вы увидите, где у вас всё хорошо, а где у вас есть пробелы. Что мы делаем с этими числами в дальнейшем? Если у вас процесс выгорания, то причина там, где наиболее низкие циферки у вас получились, низкие баллы. Но начать их решать вы не сможете. Начинайте приподнимать те, которые у вас средние баллы набираются. Скажем, не начинайте с двойки, тройки, а там, где пять, шесть, и дотягивайте их выше. Когда вы их будете приподнимать, используйте те стороны жизни, которые у вас на десятку. Сумма не важна, друзья мои, сумма тут абсолютно не важна. Например, если у человека здоровье на троечку, финансы на пять, любовь в отношении на десять, то мы что делаем? Мы понимаем, что с помощью любви и близких отношений мы можем поднять наше здоровье. Если здоровье слабенькое, то да, нас легко будет вывести из себя. Наоборот, скажем, в семье какие-то нелады, и вы выходите из себя, теряетесь именно потому, что вот есть у вас эти недостающие звенья. Просто посвятите в день 20-30 минут, чтобы дотянуть эти слабые точки. Слабые точки, когда у вас жизненный баланс будет достаточный, у вас будет внутри энергия. Такая энергия, что вы сможете противостоять всяким жизненным ситуациям и хорошим, и плохим. Следующий способ поднять вот себе эмоциональное состояние, внутреннюю энергетику – это арт-терапия. Да, это же вопрос о личном понимаемом качестве, а не о том, каково оно в сравнении с кем-то или еще с общим представлением об этом. Да, да, ваше личное понимание, насколько вы сами оцениваете это. Не то, как другие, в общем, а ваше субъективное отношение. Ой, друзья мои, спасибо, спасибо ваши комментарии, ваши отзывы, что вам нравится и понятно. Мне очень приятно. Стараюсь. Арт-терапия очень сильно помогает. Это рисование, лепка, чтение. Что мы читаем? Иногда биографическая литература. Если у нас возник какой-то вопрос, мы находим человека, кто был в подобной ситуации и нашел решение. Берем и читаем эти книги, и это нас вдохновляет и, может быть, подсказывает какие-то решения. Сказки очень сильно помогают. Стихи. Пение вообще великолепно. Потому что во время пения включается еще и дыхание. Танец. Танцуйте те танцы, которые вам нравятся. И это будет физическая активность. Потому что у нас все время голова работает, мы думаем. А телесного часто не хватает. А нужно, чтобы у человека в балансе жили тело, эмоции и мысли. Как говорят, тело, душа и дух. Цветотерапия. Цветотерапия, ну как это можно сделать? Например, когда нужна защита и покой, это синий цвет. Когда нужно тонус поднять, красный, фиолетовый, когда у вас плохое настроение, напряжение, что вы делаете? Себя представляете, как вы под фиолетовым душем. Фиолетовый цвет имеет способность трансформировать. Почему это все частоты, определенные частоты, и они помогают человеку выйти в определенное состояние. Постепенно переходите к этим цветам. Очень сильно помогает цветок жизни. Вот этот рисунок вы, наверное, видели. Вам кажется, что его сложно рисовать? В интернете очень много историй найдете. Но в чем смысл? Почему это именно цветок жизни? Его начинают рисовать с этого центрального круга. Вначале рисует вот точка, циркулем, центральный рисунок. Это очень схоже с тем, что клетка делится. Потом после него, на бумаге мы нашли центральную линию. И на точке пересечения линии первого круга мы начинаем рисовать второй такой же круг. Идет деление клетки. Первичная человеческая клетка делится. Дальше также на точке пересечения основного круга мы рисуем второй круг. И здесь, вот этот круг пересекся здесь. Начинаются следующие круги. Инструкций в интернете очень много. В итоге рисуется вот этот круг, и он имеет сакральное значение. Есть очень много научных трудов, которые доказывают, что в этом цветке... Еще раз покажу сейчас цветочек. В этом цветке заложена сакральная информация о Вселенной. Вот вы нарисовали эту первичную схему. Дальше можете его разукрасивать. С всеми цветами, какие хотите. Будет великолепно, если вы будете рисовать его в течение, скажем, 7 дней, 21 дня, 30 дней, несколько дней подряд можно сделать. Мандалы великолепно помогают. Да, получается вопрос в том, что круг, то, что заключено в круг, приводит к человеку гармонии. Есть doodles and tangle. Это вы рисуете какие-то линии или формы и заполняете эти формулы разными мелкими деталями. Получаются удивительно красивые рисунки. И во время этого прорисовывания деталей что-то внутри освобождается. И потом видите, о, как красиво было. Я же не художник, а получилось вот какое-то великолепие. Нейрографика – это новое направление. Питерские психологи придумали. Что они делают? Берут вначале маркер и на листке бумаги рисуют неровные линии. Вот как рука пошла, так и пошла. Вторая, третья. А потом вот эти все острые углы заполняем, чтобы не было острых углов. Смотрите, они все утолстились, чтобы не было остроты. И вот те остроты, которые у нас в мозге, вот острые углы, они перестают быть острыми. В итоге что у нас получается? В итоге получается самое интересное решение – это то, что сглаживаются углы. И этот рисунок очень похож на рисунок нейрона в нашем головном мозге. И когда мы видим, что связываются несвязуемые вещи, в голове человека идут какие-то другие реакции и меняются. Или просто рисуем кружочки. Много раз сидите и просто рисуете обычной ручкой, карандашом кружки. Потом можете разукрашивать, не разукрашивать. Но вот сам процесс рисования круга вводит человеческий организм в гармоничное состояние. И, конечно же, дыхательные практики. Какие есть практики? Во-первых, обязательно прогулка на открытом воздухе. Когда вы гуляете на улице, есть такое понятие резонанс Шумана. Если вас интересно, можете посмотреть в интернете. Об этом есть резонанс Шумана. Это частоты, та частота, которая присутствует вокруг нашей планеты. Когда мы находимся в закрытом помещении, у нас теряется баланс с этим. Как только мы выходим на улицу, у нас наша внутренняя частота приходит в баланс с частотой планеты, с частотой окружающей среды. И нам становится лучше. Вот вы замечательнее. Выходим на прогулку, гуляем, и вот как-то всё это напряжение ушло. Запись вебинара будет, дорогие мои. Дыхательные упражнения. Какие? Тонизируют. Если надо тонизирование, это упражнение стрельниковой. Это как вдох-нажатие. Когда 4 или 8 раз вы сжимаете и вдыхаете. А потом один выдох. И опять же 4, 8, 16 раз вот это кратно этому делаете. В течение 2-3 минут вот так дышите, и всё, приходит силы, приходит энергия. Очень сильно помогает огненное дыхание. Это резкий вдох носом, выдох ртом. При этом обязательно работает пупок. То есть пупком взяли, носом вдох. Когда активно делаете это упражнение от 1 до 3 минут, то идёт накопление энергии. Иногда может быть в ушах ощущение холода, начинает холодать. То есть мозг насыщается кислородом, и идут определённые действия. Это снимает и плохое настроение, какие-то эмоции прочищаются. Чем больше воды, вода течёт и прочищается грязь. То же самое воздух прочищает ваши эмоции. Чтобы успокоить ум, есть такое упражнение квадрат. Скажем, 4 секунды вдыхаете, 4 секунды паузы, не дышите. Вот взяли вдох, остановили задержка, выдох 4 секунды, и ещё 4 секунды без воздуха. То есть так, вдох, сейчас можете попробовать прямо один круг, один-два круга. Вдох, раз, два, три, четыре. Задержка, два, три, четыре. Выдох, два, три, четыре. Без воздуха, два, три, четыре. Ещё раз. Можете делать этот квадрат на 6 секунд, на 8 секунд, на 16 секунд. Если в течение двух-трёх минут вы это делаете, это просто успокаивает ум. Или сзади медленный вдох, вот медленный поверхностный вдох. Это тоже сильно успокаивает нервы, ум. Есть упражнение, которое накапливает энергию. Калибр. Его надо делать 30-40 дней. Как он делается? Берёте, значит, левую руку. У меня это левая, да. Правую накладываете на неё. Пальцы вот таким образом. Локти вытянули вперёд. Сидим или стоим. Голову чуть-чуть опустили, вот чтобы здесь был замок. И начинаем дышать. Дыхание следующим образом. 5 секунд вдох, 5 секунд выдох и 15 секунд без воздуха. Некоторые не могут 15. Начните с 10. 10 секунд без воздуха. То есть и так в течение трёх минут. Включаете на телефоне будильник и там таймер. И 3 минуты так дышите. Ежедневно делая это упражнение по утрам у вас накопится такая, через месяц такая энергия, что вывести вас из себя будет очень сложно. Если вы находитесь в дифпрессе, то выйдите из этого. И в самом конце, друзья мои, ещё одно простейшее упражнение, которое можно сделать. Утром мы что делаем? Одеваемся, делаем макияж. А теперь представьте, что вы поверх одежды, поверх всего накинули на себя воздушные, какой-нибудь сказочный плащ. Это может быть с капюшоном. Да, друзья мои, эти упражнения, почему я подробно не рассказала? Потому что они в интернете есть в свободном доступе. В Ютубе набейте упражнения Стрельникова, Огненное дыхание, Квадрат, Калибр, можете написать, Калибр Довлатов. Эльмира Довлатова или Константин Довлатов. Они очень подробно его рассказывают. То, что доктор прописал, да, и при коронавирусе полезно. Очень полезно. Дыхательные упражнения как раз помогают поднять. И тем более, если у вас хорошее настроение, то болезнь протекает очень легко. Осложнение у людей мнительных, у кого эмоциональная зацепка какая-то есть, то сложнее. И что можно сделать? Представить себе такое восхитительное белое облако или синее облако защитное. Вы окутались в это облако и пошли на работу. Вы уже как-то защищены. Или столб света. Постоянно, как только видите, что вас расшатало, представьте, что вы стоите внутри этого белого столба света, столб света сверху, и вы просто закрыты в нем, защищены. Вы идете, и вас защищают. Это самая лучшая эмоциональная, такая энергетическая защита. Ну что ж, друзья мои, надеюсь, вот эти упражнения вам помогут, чтобы вы преодолевали, во-первых, чтобы была профилактика стрессов. И если вдруг что-то случится, быстрее восстановить себя. Есть, конечно, еще много упражнений, но в рамках этого вебинара вот такая информация. Так что рисуйте, танцуете, пойте. Как уже все? Да, уже все. Ну что ж, большое вам спасибо за активное содействие, за ваши комментарии, друзья мои. Желаю всем вам успехов и прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...